всем привет с вами я дмитрий фреско вы смотрите кулинарную пропаганду по моему глубочайшему убеждению самая вкусная выпечка для человека так который он привык в детстве вот помню как сейчас через дорогу от нашего дома была кулинария в которой продавались пирожки жареные в масле с картошкой какие это были пирожки чудо сейчас я конечно понимаю что они были ужасно жирные из перекисшего теста если я первый раз таки попробовал в зрелом возрасте наверняка бы плевался но как в четыре года закрепилась на подкорке пирожки вкусные так до сих пор и кажутся они мне вкусными или в школе продавали сочни с творогом ну ничего особенного но сидит в башке вкусовая привычка и я до сих пор их обожаю в наших краях и к сожалению не продают более того испанцы понятия не имеют что существует какие-то там сочни с творогом в москве кстати были очень классные сочни раньше не знаю как сейчас в сети столов к муму так вот в поиске того самого вкуса детства я перепробовал наверное добрый десяток разных рецептов это были из книг и из госта и из интернета я хлебнику смотрел но наиболее близкий вариант оказался это рецепт тани бирковской правда кое-что пришлось изменить незначительно для того чтобы приблизиться к тем вкусом которые я помню из детства и так я вас приглашаю в кулинарное ностальгическое путешествие понадобятся мука соль разъехлитель масло сливочное размягченное сахар яйца это для теста для начинки те же самые яйца творог сметана мука немного сахар ванильный экстракт или ванильный сахар лимонная цедра приступим для начала надо растереть размягченное сливочное масло с сахаром до бела можно это сделать вручную можно миксером кому как удобнее так к муке пока добавлю соль и разрыхлитель и перемешаю так что тут с маслом и сахаром лично можно добавлять муку и яйца и немного ванильного экстракта тесто буду уже другим венчиком мешать вымешивать долго не надо смотрите все отлично а тесто надо убрать на час в холодильник скатаю батончик что потом удобно было делить на части заверну в пищевую пленку и в холодильник тут важно получить правильную текстуру теста после выпечки оно должно быть рассыпчатым а при формовании лепешек еще и эластичным так что час но мне же еще и начинку надо готовить а это надо делать непосредственно перед выпечкой иначе она размягнет станет слишком влажной так что через 55 минут встречаемся с начинкой все просто творог сахар сметана одно яйцо мука и лимонная цедра и быстро сеять все до однородности вот отлично все тем проще укладывать начинку при помощи кондитерского мешка купил на алиэкспресс одноразовый очень удобно и быть ничего не надо можно приступать надо разделить тесто на части и поработать скалкой тут кому как удобнее возможно вы привыкли сначала все тесто раскатать в один пласт вырезать какой-нибудь формочкой кружочки или как я по одной берете порсайки и раскатываете короче как удобно так и действуйте теперь надо распределить начинку я люблю чтобы ее было побольше а чтобы поверхность сочнее было блестящей красивые и нужно смазать альизоном желток ложку воды щепотка сахара для большей румяности отлично и выпекать это буду в предварительно разогретой духовке температура 190 200 нагрев верхний нижний фок средняя конвекцию включать не надо ждем вот оно счастье легкий аромат ванили лимонной цедры красочное тесто начинка с такой легкой кислинкой сладкая творожная все как в школьной столовке попробуйте вам понравится спасибо за компанию и всем пока красота пора на урок